Гелена Топилина Уметь проигрывать и верить в себя до последнего – главные правила Гелены Топилиной, благодаря которым она смогла достичь высоких результатов. Гелена Топилина 4 года была в составе сборной России по синхронному плаванию. В 2016 году девушка стала олимпийской чемпионкой. После решила завершить свою спортивную карьеру. Сегодня девушка занимается книжным блогингом. Заслуженная мастер спорта с радостью согласилась на предложение провести мастер-класс для школьников в Брехово. Она проживает в нашей деревне Рузина. Мы действительно пытаемся приглашать на мероприятие вот таких людей, которые своей трудовой деятельностью, может быть, спортивной, где-то в культуре, они себя показали, на своем примере показывают, чего можно достичь. На мастер-классе Гелена Топилина рассказала ребятам из Кутузовской средней школы про технику и основные фигуры синхронного плавания. Поднимаете ноги, из носа чуть-чуть выпускаете воздух, чтобы у вас не попадала вода. Ну, аккуратненько. И делаете опорный грибок. То есть у нас угол 90 градусов. Благодаря этому грибку мы держим ноги над водой прямые. Получится у вас? Попробуйте? Ребята с особым усердием старались выполнить каждое задание. Гелена Топилина и десятиклассник Дмитрий Симонян несколько лет занимался плаванием, потом бросил. Признается, что такой мастер-класс пробудил интерес снова вернуться в этот вид спорта. Честно говоря, очень интересно было. Я бы еще походил. Мастер-класс от трехкратной чемпионки мира оценили все ребята без исключения. Честно, урок был просто изумительным. Волшебные ощущения. Считаю, что это одно из самых лучших посещений бассейна, которое когда-либо у меня было. Новые приемы. Это надо дальше отрабатывать на воде. И тогда будет намного лучше. Думаю, было бы не легче, чтобы почаще так. Очень понравилось. Очень классно. Синкронное плавание считается одним из самых красивых и утонченных видов спорта. К слову, дисциплина пользуется огромной популярностью в России. Такой мастер-класс в Брюхово провели в рамках проекта «Герои Химок». Большинство участников данного проекта – это наши земляки, химчане, которые своими достижениями прославляют наш городской ухудхимки, да и в целом Российскую Федерацию. Это и ветераны Великой Отечественной войны, герои труда, и спортсмены, и люди, которые активно участвуют в общественной жизни города. Проект «Герои Химок» реализуется уже третий год подряд. Мероприятия проходят во всех микрорайонах городского округа. Анастасия Кравцовская, Руслан Сафин. Новости Химки-ТВ. Руслан Сафин. Новости Химки-ТВ.